Смещение перигелия Меркурия Меркурий находится близко к Солнцу, поэтому эффекты общей теории относительности проявляются в его движении наибольшей мере среди всех планет Солнечной системы. Вот, грубо говоря, товарищи однажды с Аврамши, что смещение перигелия Меркурия какое-то имеет отношение к теории относительности. У ребят несработка по закону достаточного основания. Это могут быть разные причины у этого явления. Ну, им вот как бы хочется из-за того, что никто толком не понимает, почему там смещается. Мы объясняли уже парой способов, но давайте третьим способом объясним. Это явление может быть объяснено разными способами. Вот мы что-то слышали про солнечный ветер. Солнце, солнечный ветер, есть такое излучение. Что это такое излучение, да? Это направленный силовой поток, направленный вот в сторону планеты. Что будет, если вот так вот Меркурий по орбите ходит, ходит? Если мы от Солнца в сторону Меркурия запустим поток чего-то, Меркурий будет сносить, правильно? Если мы уберем поток, его не будет сносить. Если направим опять поток, его опять будут сносить. Но здесь есть реальный природный фактор. У нас где тут поправочка? Солнечный ветер, она есть, да, в расчетах перигелия? Нету. Ребята не посчитали. А какой наждачкой они увидели здесь? Релятивистский эффект. И просто так хочется. Релятивистских эффектов в природе не существует, потому что с научной точки зрения такой теории, как теория относительности или специальная теория относительности не существует. Это не научные продукты. Вот любое бормотание, построенное с нарушениями законов логики, является не научным продуктом. Вот приносить его в науку, вот такой продукт, это все равно, что, ну вот, пошли на помойку, набрали ведро мусора и принесли кому-нибудь на стол на кухню, высыпали, сказали, это продукты питания ешьте. Ну, так нельзя делать. Вот. Теория относительности неверна по многим причинам. Ну, первая причина – закон достаточного основания. Да, все эти постулаты – это ерунда. Дальше. Закон тождества нарушен при обозначении мерности пространства, когда берется раз – мерность геометрическая, два, три, и четвертая – мерность у нас время. Геометрическим давали. Подмена предмета счета – это фальсификация. Это стыдная, позорная фальсификация. То есть релятивисты – это мошенники. Вот их продукт не является научным. Дальше. Парадокс фотона. Это когда болезненный запостулировал постоянство скорости света во всех системах. А если мы возьмем один фотон и начнем его примерять системам, выяснится, что фотон не может разорваться под каждую систему, не может быть одновременно во всех них его скорость постоянно. То есть простой пример доказывает несостоятельность теории относительности. Просто взять один фотон и его запустить. В разных системах он будет иметь разную скорость. То есть мошенники или как безграмотное чудо, что-то набормотали, несвязанное, и теперь все поправляют. Нет оснований каких-то логических, считай, что смещение перигеля как-то связано с теорией относительности. Дурочки могут в это верить. Оснований научных нет. Вот есть бормотание, желание что-то из теории относительности приплести, к науке приплести, но нет фактов. Желание есть, фактов нет. Причина следственных связей нет. Это вот толпа жуликов, которая за сто лет не смогла ни одного факта внятного найти, ни одного устройства построить. Вот искривлятора пространства нету. И гипотетически его даже невозможно построить. Ни одного прибора нету, в котором бы теория относительности учитывалась. Это вранье про GPS, вранье здесь, вранье, про все вранье. Это вот брехуны, стыдные, позорные брехуны, которые обманывают детишек. На пинках их выгонять, всячески их угнетать, пока они сами не сбегут. Но это стыд, позор. Катюшик, ты агент Кремля. Вот у них как-то странно, у них все сходится. Чем больше он фанат теории относительности, тем он какой-то либераст, повернутый в антироссийскую сторону. Я не могу быть агентом. Агент – это тот, кому дают поручения. Мне никто не дает поручения. Благодарность Виктору Григорьевичу за то, что открывает глаза многим людям. Я тоже когда-то считал весь этот бред наукой, пока не нашел канал Виктора Катюшика. Теперь реально не могу без смеха смотреть современный научпоп. У меня для вас хорошие новости. На днях в галактике «Млячный путь», в которой мы все с вами пока проживаем, ученые нашли черную дыру на расстоянии, можно сказать, вытянутой руки. Всего в каких-то 1560 световых годах. Черная дыра ГАЯ-БХ-1 представляет собой, собственно, черную дыру около 10 масс Солнца, которая вращается вокруг звезды. Похоже на Солнце один раз в 185 дней. По всем расчетам, такая система не должна была существовать. Ну вот же, существует. Проходимцы, находимцы. Вот находимцы будут находить сейчас то, что невозможно. Это как бы вяло текущий процесс будет. Черных дыр нет, найти их невозможно. Это все гон. Неинтересно. Зря потратили время. Зря потратили время. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok